350 звонков в день. С 1 июня коллектив и парк «Скоро» относятся к областной станции медицинской помощи, в то время как прежде подразделение было частью Мурманской городской больницы. Ряд преобразований в Министерстве здравоохранения сделал его отдельной организацией. О том, как реформы повлияли на работу сотрудников и обслуживание пациентов, расскажем прямо сейчас. Это препараты для оказания первой неотложной помощи. Это сама по себе укладка медицинская. Работы фельдшером, реанимации, труд, от которого нередко зависит человеческая жизнь. За 10 лет работы Артем Трудов привык к непростым вызовам. Самое страшное в такой профессии, по словам самого фельдшера, не принимать близко к сердцу горе тех людей, помочь которым не удалось. Переживать людям, видеть их страдания, как они чувствуют свою боль, траты, наверное, вот это самое тяжелое. Более 400 человек работают в штате станции медицинской помощи, но этого недостаточно. Каждый день порядка 350 вызовов поступают и обрабатываются сотрудниками. В межсезонье и того больше. За прошедшую зиму максимальное количество звонков достигло 615 за 24 часа. Несмотря на кадровые сложности, скорая помощь выполняет свою главную задачу. Любой человек на территории Российской Федерации, города Мурманска, обратившийся по телефону 03, обязательно получит скорую медицинскую помощь. Либо ему будет дан грамотный совет в его ситуации, если она не относится к нашей компетенции. Либо этот вызов, это обращение будет перенаправлено в соответствующие службы, МЧС, спасателям, полиции. То, что скорая помощь стала отдельной структурой и вышла из состава городской больницы, никак не повлияло на работу медиков. Можно считать, что Мурманская областная станция просто сменила название.